Мирмес или Шанель взять? Они девчаток купили Смотри, вид Было случайно, человек прыгнул Но все поняли дальше Не стоит даже смотреть Зашли в настоящий Ювелирный магазин по десертам Если спортом не занимались То вам это не стоит даже смотреть А если занимаетесь спортом Можно по утрам выбрать десертики В ювелирный магазин уходите Это бесплатно Если вы сюда заселились Десертики вам дают бесплатно Если вы занимаетесь спортом Если вы не занимаетесь спортом Тут все платно, предоставляют чек Булочки самые классные Так что занимайтесь спортом то десертики можете здесь приехать в Турцию, в Водрум получить. Вот брат сейчас посоветует, а то, что надо выбрать. То, что Леха выбирает, если взять, то Леха правильно делает. Все, пошли за тобой, за десертами посоветовали. Спасибо. Я посмотрел, посмотрел, и я наелся от этих десертов. Я к себе тоже. Да? Все, пойдем. Если вы хотите десерты, можно зайти, чтобы ваш глаз растутался вправо-влево. Ну и вроде наелись. Кошка тоже наелась, не хочет. Наелась. Горде я не надо. Все, я пошел. Если бы мне кто-то сказал, что у меня будет возможность в этом зале встретиться с главой федерации международной, я бы в это просто никогда не помню. Посмотреть, в каких условиях вы тренируетесь, с боксерами встретиться, поговорить. Так что, если есть вопросы, давайте мы спокойно поговорим. Можешь задавать любой вопрос. Удобный, неудобный. Как вы видите, мы в свой зал делим из карате, из такван-бок. И у нас тут все занимаются в одном зале. Ну, больше бокса надо. Но вы должны добавить больше бокса. Сколько у нас спортсменов? Сколько спортсменов у нас? У нас есть больше. Я хочу, скажи, по 200 долларов каждому из них дать. Я хочу, чтобы они перчатки купили. Боксерам, тренерам. Всем дали по 200 долларов. Зарплата 150 долларов в среднем. Боксерам, тренерам. Я очень рад здесь находиться. Спасибо народу, всем вам. Ну, я приехал из пустыни, я вам привез 500 перчаток. Сейчас мы их раздадим, а часть еще придет. А тут моя задача обеспечивать, помогать нашим боксерам. IBA – это ваш боксерский дом. Всегда будут помогать. Помогал, я буду помогать. Здесь очень замечательные спортсмены, великие спортсмены. Вот первый лагерь, приезжайте в Россию. So, first camp, where we invite you, should be in Russia. Вместе с тренерами, с спортсменами, пусть приезжают. Там база IBA есть, большая боксерская база. Приезжайте, там есть все условия, пройдете хорошие сборы. Мы за все сами аплодим. Также я хотел вам сказать, что когда вы, если вы езжаете на турнир на международный, если вы, как всегда, скажете, есть сложности, вы пишите на меня обращение, мы поможем. IBA! 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 Идея, что надо сделать, чтобы все было хорошо. Каждая из края есть своей идея. Так, кстати, надо обязательно, когда вы здесь находитесь, руки берете обрабатывать. Теперь-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все, все, обработали и погнали. Я не говорю, что здесь грязно. Чем грязнее, тем вкуснее. Мы тоже знаем, правильно? Вот здесь все, погнали. Приехали на водопад Виктория, вот памятник Ливенстову. Его сердце было похоронено в Замбии, в сердце, а тело в Великобритании. Вот это чудо. Человек пришел и потом всему миру сказал, что этот водопад он открыл. Местным жителям это не понравилось. Во-первых, этот водопад в Зимбабве, Господь дал такую природу, это чудо. Местные жители его открыли. Вот понимаете, что очень важно, очень важно знать реальную историю. А некоторые приходят в памятник, думают, что он реально, туристам расскажет, что это он якобы открыл. Но местные жители всегда корректируют, говорят, не он. Это как в боксе у нас, например, кулачные бои в России родились. То есть начались, да, кулачные бои там. А англичане написали правила, и типа бокс они придумали. Вот история бокса, вообще корни растут из России. И здесь вот водопад, вот смотрите, вот красота. Местные жители открыли этот водопад. Вот смотрите, какое чудо. Приезжайте, не пожалеете. Вот, например, там всегда радуга. Смотрите. Некоторые умельцы радугу даже испортят. Вот видите, как красота радуга, видите? А почему ее портят? Я вам расскажу. Например, ЛГБТ взяли, сделаю как флаг свой. Видите, красивое, святое, природное чудо. Люди пытаются испортить грязную историю, запутать историю. Эта радуга, это тоже природное явление. Так что делюсь с вами. Где есть дождь вечная? В Мозамбике. Правильно? Тут постоянно вечная дождь, вечная. А там Замбия, кстати. И вот там есть ангелский бассейн, где люди купаются. То есть водопад разделяет Замбию на Замбик. Здесь сейчас прыгают, но лучше не надо. Вот здесь вот, видите, и как еще прыгают, если что, в воду. Но было случай, человек прыгнул, но все поняли дальше. Но что хочу сказать про вот этот мост? Этот мост построили наши русские. Но самое главное, на этом мосту, когда нынешний президент Зимбабве, он был в плену там, и они его отпустили на мосту, сказали идти. Он по этому мосту вернулся к себе в страну. Цепями на руках вернулся к себе в страну. Вот так вот. Вот почему этот мост стал таким историчем. Благодаря сегодняшнему президенту. И этот человек стал президентом Зимбабве. Вот, пожалуйста. Вот, черт, все. Не, я жене возьму штуку вот этого. Ермес или Шанель взять? Зимбабве Шанель. Видите, красивый. Короче, ладно, шутки-шутки. Ну, вот это, наверное, футболку надо такой какой-то взять. Шляпы достаточно. Все, я себе взял шляпу. Русские туристы, облика морали. Очень лучший русский турист. Все добрые, да? Он даже русский знает. Русский, да? Да. Классавчик. Поехали! По машинам! По самолетам! Выходим, выходим, выходим. Опа-на! 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 Сейчас полетим на вертолетах. Полетаем над водопадом, над бегемотами. Посмотрим сверху. Вид сверху. Все ради вас. Поделиться с вами, ну и, конечно, самому тоже посмотреть на эту красоту. Здесь хорошо. Действительно красиво. Ну, рекомендую, рекомендую приехать. Смотри, вид. Вот такой вот тут обед организовывают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова